Акция журналистов газеты «Уральская неделя» с манекеном Акима Западно-Казахстанской области стартует в приёмной правозащитника Павла Кочеткова. Глава местного бюро по правам человека желает главе региона почаще появляться на людях. Я хотел бы сказать уважаемому Акиму, чтобы он был поближе к народу, чтобы проявлял больше заботы, чтобы встречался с людьми, с руководителями общественных объединений, чтобы активно защищал права, конституционные права граждан. Журналисты Талга Тумаров и Турар Тулигенов решили проехаться с Акимом области по тем местам Уральска, где он практически никогда не бывал. В офисе оппозиционных партий и возле долгостроев его никогда не видели. Вот, например, мост в городском парке отдыха. Но акции «Аким идёт навстречу народу» не суждено было закончиться. Прибыл целый отряд полицейских. Журналистов задержали и доставили в местный отдел. Журналисту Умарову теперь вменяет в вину самоуправство. Ему грозит штраф до пяти МРП. Полицейский объясняет свои действия так. Разрешение гражданина Нагаева на использование его фотографий для подобного рода публичных акций, причиняющих моральный вред и ограничивающей его права и свободы, у задержанных лиц не было. В связи с этим в их действиях усматриваются признаки статьи 357 Кодекса об административных правонарушениях, самоуправства. А это уже другая акция уральцев. Коммунист Василий Шамин разоблачает сотрудников «Акимата», которые в течение четырёх месяцев не удосужились заглянуть в ящик для обращения граждан к президенту страны. Акимат пожаловался в полицию, но там в действиях большевика преступного умысла не увидели. Зато прокуратура начала проверять Акимат и заставила ящик заменить. «Если ящик заменили, чтобы их проверят, что теперь, если граждане Республики Казахстан будут обращаться к исполнителям или другим органам, опуская обращение в этот ящик, и они будут доходить до адресата, мы считаем, что мы сделали доброе, полезное дело для населения города Уральска». Правозащитник Булатпек Блялов уверен, все эти на первый взгляд спонтанные выражения активности говорят о признаках становления гражданского общества. Если местные власти не начнут обращать внимание на ключевые проблемы региона, социальных конфликтов не избежать. «Оно идет как ответная реакция, и это начало. Сегодня люди уже начинают задавать вопросы. Я бы хотел сказать, сегодня, если люди начнут задавать вопросы, это значит, они начинают уже думать. Начинают сегодня думать, завтра они начнут говорить. А послезавтра, если надо будет, они уже будут действовать». Уральск сегодня один из самых граждански активных областных центров страны. Акции протеста, митинги и флешмобы порой проходят даже в селах. Но судя по реакции местных чиновников, они о правах и гражданских свободах ничего и слышать не желают.